Всем здравствуйте! Меня зовут Александра Элбакян. Большое вам спасибо за приглашение на ваше мероприятие. Сегодня я хочу рассказать о революциях и бунтах, которые происходят внутри современной науки. Но об этой теме обычно говорят очень мало. Если вы зайдете на какой-нибудь сайт и посмотрите новости, то там будут новости об обычных революциях, то есть когда где-то народ вышел против власти, например. Если вы зайдете в раздел «Новости науки», то там будут новости типа «Ученые открыли новую черную дыру». Ну, собственно, даже само понятие научной революции, оно имеет немного другое значение. Оно имеет значение какого-то там потрясающего открытия. Но на самом деле внутри сейчас, внутри науки сейчас происходит и обычная революция, которая напоминает больше, ну, скорее политическую. То есть когда богатые против бедных и так далее. Уже в течение почти 30 лет очень многие ученые бастуют против сложившейся научной системы. И что же они требуют? Их основное требование – открытый и свободный доступ к научным знаниям. Совсем недавно, где-то получается месяц назад, произошло событие в Индии. Несколько крупных международных научных корпораций, таких как Эльзевир, подали в суд с требованием заблокировать на государственном уровне доступ к двум сайтам. Что это за сайты? Это научные библиотеки – Сайхаб и Лебген, в которых содержатся миллионы научных журналов и статей. Когда о судебном иске стало известно, то произошел самый настоящий скандал. В Твиттере многие ученые из Индии высказались решительно против блокировки сайтов. И вот что они писали. Если это произойдет, то это навредит многим индийским исследователям, которые используют этот сайт как источник статей, которых больше нигде нет. Или вот профессор философии пишет, что он просто не может представить себе что-либо более вредное для всех исследователей на всем континенте, как блокировка этого сайта. Или вот исследователь в области рака пишет, что этот сайт делает исследование возможным. И просто индийские исследователи университета, они слишком бедные, чтобы позволить себе читать научные журналы. А вот эта вот корпорация, которая подойдет в суд, она в целом должна сделать науку более доступной, снизу своей цены. А ну что же происходит? Дело в том, что современная наука является фактически собственностью нескольких крупных научных корпораций, которые ограничивают к ней доступ. Чтобы получить доступ к научным журналам и книгам, требуется заплатить очень большие деньги. И это создает огромные проблемы. Не только обычным людям доступ к науке, для которых закрыт полностью, но даже самим ученым. И причем не только в бедных странах. А в 2012 году Гарвардская библиотека выступила с официальным заявлением, что они уже не в состоянии оплачивать постоянно растущие цены на подписки. И вот в течение последних 30 лет многие ученые бастуют против этой сложившейся системы. Например, в 2018 году прошла забастовка среди исследователей, которые занимаются исследованиями в области искусственного интеллекта. Примерно 2000 ученых подписало открытое письмо, в котором они высказались против создания нового научного журнала, который будет в закрытом или платном доступе. Организатором этих протестов был профессор Томас Дитрих, исследователь из Орегонского университета. Вот что он говорит. Свободный и открытый доступ к знаниям важен во всех областях. Он особенно важен для студентов и исследователей, чьи университеты не могут позволить оплачивать стоимость подписки на журналы закрытого доступа. Открытый доступ ускоряет научный прогресс, позволяя любому человеку в любой точке земного шара читать последние исследования и вносить свой вклад. Ну, если говорить о более ранних протестах, то, к примеру, в 2012 году очень известный математик Тимоти Гаверс организовал бойкот против крупнейшего издательства Эльзивир и призвал всех ученых отказываться от публикации в их журналах. Он буквально сказал, «Публикуясь в научных журналах Эльзивир, ты помогаешь им вредить научным институтам». Бойкот Тимоти Гаверса поддержали 17 тысяч ученых. Перейдем еще немного, чуть-чуть пораньше. В 2000-2003 годах биолог Майкл Айзен создал ПЛОС, ну, буквально, народная научная библиотека, и призвал всех ученых отказываться от моделей закрытого доступа к науке. Его открытое письмо собрало тогда примерно 34 тысячи подписей от 180 ученых из самых разных стран мира. Вот что говорил Майкл Айзен. «Они тормозят развитие науки и медицины, обрезая свободный поток информации». Гарольд Вармус – очень авторитетный ученый, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине. Он даже одно время занимал пост директора Национального института здоровья в США. Но потом, в 1999 году, он совершил ошибку, которая стала фатальной для его карьеры. Он выступил с идеей проекта под названием «Ебиомед». Это должен был быть веб-сайт, на котором есть в открытом и свободном, бесплатном для чтения и доступе абсолютно все журналы по биологии и медицине. Когда он опубликовал идею своего проекта, это вызвало большой скандал. И, как он потом сам вспоминает, научные издательства просто взорвались и начали чинить ему разные проблемы. Они пожаловали в Сенат на то, что Гарольф Фармус собирается разрушить не только систему научных публикаций, но и всю капиталистическую экономику. Ну и как результат, в 1999 году этот ученый покинул пост директора Национального института здоровья США. Ну хорошо, скажете вы. Открытый, свободный доступ к научным знаниям, ну да, это замечательно, но это, наверное, слишком идеалистично. Почему вообще все должно быть бесплатно? Ну, сторонники открытого доступа приводят следующий аргумент. Научные исследования сейчас практически все выполняются на государственные деньги, то есть на деньги обычного народа или налогоплательщиков. Ученые получают грант, как правило, от государственных фондов, и на эти деньги ведут исследования. Затем они по результатам этих исследований пишут свои статьи и отправляют статьи для публикации в научные журналы. А вот владельцами этих научных журналов являются крупные корпорации, издательства, коммерческие компании. Они получают эти статьи от ученых бесплатно и закрывают к ним доступ. То есть платить за подписку на эти журналы нужно очень дорого. И сформировалась система, которая продает самим ученым результаты их собственного труда. Эти научные издательства делают деньги буквально из воздуха. Их прибыль, по некоторым данным, превосходит прибыль таких гигантов, как Google и BMW. При этом сами ученые, авторы статей, они не получают от торговли с результатами своего труда ровным счетом ни копейки. Ну, короче, мы имеем систему, которая вредная для науки и несправедливая абсолютно во всем. Ну, а, пожалуй, самым первым человеком, который начал говорить об этой проблеме, был физик Пол Гинспорг. В 1991 году он запустил проект под названием Archive.org. Это специальный веб-сайт, где ученые могут размещать черновые версии своих статей в открытом доступе. Когда у него брали интервью в 1995 году, он сказал, что не понимает, зачем нужны научные издательства, и он бы очень хотел видеть, как вся система рухнет. Ну, проект Пола Гинспорга, он действительно приобрел очень большую популярность. И сейчас на нем в открытом доступе находится более миллиона научных статей. Однако, не спустя 20, не спустя 30 лет система так и не рухнула. В чем же дело? Одной из основных скреп, который поддерживает эту систему, является так называемый закон о копирайте, который позволяет сделать научные знания собственностью какой-то частной компании. Как работает этот закон? Он запрещает свободно распространять в интернете информацию, которая защищена авторским правом. Например, научные журналы и книги, которые принадлежат какому-либо научному издательству. Ну, то есть, если какой-то сайт, какая-то интернет-библиотека начнет выкладывать в открытый доступ такие материалы, то ее по закону можно закрыть, а ее создателей оштрафовать или даже посадить в тюрьму. Как пример, в 2012 году на просторах интернета существовала такая научно-электронная библиотека, как Гигапедия или Library.new, которой пользовались очень многие ученые и студенты со всего мира. И в 2012 году вот эти вот крупные научные корпорации коллективно подали судебный иск против данной библиотеки, и в результате чего она закрылась. Конечно, событие вызвало очень большое возмущение в научном сообществе. Ну, вот, например, на портале Reddit один человек говорит «Это ужасно. Не могу поверить, что мы придумали, как дать любому человеку в мире немедленный доступ к миллионам книг, а потом решили, что это плохо и надо закрыть». А еще один исследователь назвал закрытие библиотеки террористической атакой, направленной против международного сообщества ученых. Но голос международного сообщества ученых так и не был услышан. Библиотека была закрыта, на момент закрытия она работала 8 лет. Так. И примерно в это же время, в 2011 году, был арестован известный интернет-активист Аарон Шварц. Он известен тем, что в 2008 году выпустил манифест открытого доступа, в котором он, в частности, говорил, что «Все научное и культурное достояние мира находится под замком нескольких частных корпораций, и он призывал людей выкладывать в интернет информацию, наплевав на любые законы, потому что нет ничего справедливого в том, чтобы следовать несправедливому закону». Где-то в 2010 году Аарон Шварц предпринял попытку скачать большое количество научных журналов с интернет-сайта G-Store, чтобы потом выложить их в интернет. Но в процессе его поймали. Было очень длинное судебное разбирательство, и в результате в 2013 году интернет-активист покончил с собой. В последние несколько лет научные корпорации ведут активную судебную борьбу против двух интернет-библиотек Sci-Hub и Libgen, или Library Genesis. Libgen – это огромная библиотека научных книг по типу гигапедии, которая была закрыта. Но Libgen закрыть не удается. Как и Sci-Hub. Sci-Hub – это веб-сайт, который я создала в 2011 году. И его основная задача – предоставлять свободный доступ к академическим журналам. Ну, то есть все те дорогущие научные журналы, которые доступны только по подписке, они на сайте Sci-Hub доступны абсолютно бесплатно для чтения любому человеку. Почему я решила создать этот сайт? Часто меня спрашивают. Ну, когда я была студенткой университета, где-то на четвертом курсе, я делала диплом по нейрокомпьютерным интерфейсам. Ну, эта тема довольно научная, и поэтому для своего диплома мне нужна была информация из этих научных журналов. И вот тогда я впервые столкнулась с этой проблемой – платного доступа. Конечно, я помню, что я очень долго искала, а где эти научные журналы можно скачать бесплатно. Ну, ведь были же сайты, где можно бесплатно скачивать научные книги по типу Гигапедии. И я очень долго в интернете искала что-то такое для научных журналов. Может быть, торренты какие-нибудь. И очень удивилась, что ничего не нашла. Были, конечно, очень сложные способы, чтобы эти статьи все-таки бесплатно достать. Но это было довольно сложно. И я уже тогда подумала, что есть необходимость создать какую-то автоматическую программку, которая будет вот такие вот статьи открывать бесплатно. В общем, я закончила университет, и где-то два года спустя я стала общаться на научных интернет-форумах. И тогда встретила очень-очень много людей, у которых была точно такая же проблема. То есть у них не было доступа к научным журналам, вот этим дорогим. Тогда я решила создать веб-приложение. То есть такой сайт, куда можно будет зайти, нажать кнопку, и любая платная научная статья откроется бесплатно. Ну вот так и появился Sci-Hub. И когда он появился, то все ученые просто танцевали от радости. И они сами попросили меня добавить на сайт какую-нибудь кнопочку для пожертвований, чтобы они могли отправлять деньги и таким образом помогать сайту. Ну и вот с 2011 года и уже несколько лет сайт живет на пожертвования пользователей. Ну и начиная примерно с 2011 года, сайт Sci-Hub очень сильно вырос. Если вначале на него заходило по нескольку тысяч человек каждый день, то сейчас это количество полмиллиона человек в сутки. И каждый день они скачивают по 2-3 миллиона научных статей. Часто спрашивают, а из каких стран больше всего людей? На самом деле здесь нет какой-то четкой зависимости, то есть заметная корреляция только с населением. То есть больше всего людей заходят из Индии и Китая, но это неудивительно, потому что там живет по 2 миллиарда человек. Существует также заблуждение, что якобы Sci-Hub имеет смысл только в каких-то бедных странах, где люди не могут оплачивать цены на дорогую подписку. Но, как мы уже видели, это совершенно не так. Проблема касается вообще всего мира. И если говорить о тех же США, в Соединенных Штатах, одной из самых богатых стран, то проблема с доступом к научной информации там вызывает даже гораздо больше интереса. И она намного острее. Ну вот, как я уже сказала, Sci-Hub получил практически сразу огромную поддержку. То есть никто не говорит, что это воровство или что-то такое. Ну, кроме, пожалуй, самих издательств, которые из-за работы Sci-Hub уже теряют свои огромные сверхприбыли. И все остальные люди Sci-Hub поддерживают. Критика проекта обычно касается каких-то второстепенных моментов. То есть либо люди считают Sci-Hub ненадежным решением, которое может в любой момент закрыться, либо думают, что открытый доступ можно было бы сделать как-то по-другому. И кому-то не нравится коммунистическая идеология проекта, ну и так далее. Но саму суть проекта, то есть идею о том, что научное знание должно быть свободно и бесплатно для всех, не критикует никто. Все считают это благом. Ну, собственно, это и есть основная цель Sci-Hub, чтобы на сайте была доступна в бесплатном доступе абсолютно любая научная статья, книга, диссертация и так далее. Любой научный моноскрипт, который был когда-либо опубликован. Я считаю, что если доступ к научным знаниям не будет ничем ограничиваться, то развитие науки пойдет просто семимильными шагами. Уже сейчас существуют научные разработки. То есть разрабатывают такие, например, таблетки, принимая которые человек может жить даже до 200 лет. А в перспективе, наверное, с помощью науки и технологий можно будет сделать человека вообще бессмертным. Ну и также немаловажный момент, что с самого начала запуска проекта всегда была цель сделать распространение научных знаний полностью законным. Сейчас те же научные издательства подают в суд на Sci-Hub в разных странах. И в результате доступ к веб-сайту блокируется на уровне провайдера. В Соединенных Штатах я должна выплатить 20 миллионов штрафа и так далее. И все это происходит из-за закона о копирайте, о котором я уже говорила ранее. Ну и, собственно, цель проекта Sci-Hub – добиться отмены таких ограничивающих законов. Их не должно быть. Информация должна быть свободной. Меня спрашивают. Ну, конечно, сейчас все ученые в мире используются проектом Sci-Hub. Но высказывают ли они публично свою поддержку? Да, у проекта Sci-Hub есть группы в социальных сетях – ВКонтакте и Твиттер. И если туда зайти и посмотреть, то можно увидеть, что очень многие ученые говорят, что Sci-Hub просто необходим для работы. Особенно это стало заметным после судебного иска в Индии, когда многие ученые решительно высказались против блокировки проекта. Ну, собственно, тогда аккаунт Sci-Hub в Твиттере был заблокирован. И на момент блокировки в нем было где-то 185 тысяч подписчиков. И отдельные твиты набирали по полмиллиона просмотров легко. И в них были тысячи лайков, ретвитов, комментариев. И примерно 90% людей поддерживали Sci-Hub. То есть, если бы вы сравнили это, например, с Твиттером журнала Nature, а это один из самых авторитетных журналов, то вы увидели бы, что Sci-Hub гораздо более популярен, чем они, и имеет гораздо большую поддержку среди ученых. К сожалению, Твиттер сослался на то, что Sci-Hub – пиратский проект, и его аккаунт был заблокирован. А вот еще один активист открытого доступа – Рэнди Шекман. В 2013 году он получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. И он уже очень давно призывает ученых отказаться от текущей модели, когда наука закрыта. И призывает не публиковаться в журналах закрытого доступа. И Рэнди Шекман, в частности, в одном из своих интервью тоже высказал поддержку проекту Sci-Hub. Так и сказав, что Александр Илбакян – герой, я аплодирую усилием и смелости. Но, однако, многие ученые, которые работают в обычных институтах, они боятся в открытую поддерживать Sci-Hub, так как боятся быть уволены с работы. Другие, наоборот, считают, что лучше не привлекать к проекту лишнего внимания, чтобы его не закрыли. Ну и очень большая часть ученых считает, что раз сайт работает, то и говорить не о чем, не о чем, все хорошо. То есть много мнений в поддержку проекта можно услышать, когда с ним случается что-то плохое. Ну, например, когда в 2018 году в России доступ к сайту Sci-Hub был заблокирован во всей стране, то возмущение высказали врачи, которые пользовались этим проектом. Ну, это, конечно, все неправильная ситуация, и я работаю над тем, чтобы люди больше говорили, и чтобы поддержка открытых знаний была более заметна. Меня еще часто спрашивают, а где я нахожусь сейчас и чем я занимаюсь? Так, я сейчас в России, учусь в аспирантуре, и я поступила в философию и науки. На мой взгляд, наука, она по своей сути не может быть закрытой, ведь сама задача науки – это сделать какое-то открытие, и именно от этого факта должно отталкиваться философское осмысление науки. Так что, в принципе, у меня сейчас задачи две – это закончить аспирантуру, защититься и легализовать Sci-Hub. А уже после того, как проект будет легализован, то у него есть очень большой потенциал для развития. Ну, к примеру, там сейчас 85 миллионов научных статей. А что будет, если применить искусственный интеллект ко всей этой огромной базе? Ну, кроме того, у меня есть разные такие мечты заниматься – разработкой нейроимплантов, генно-модифицированных людей и других прорывных научных проектов. В общем, так всё. Спасибо вам за внимание!